Здравствуйте! Это информационная программа День за днём. В студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. В Совете Федерации прошли парламентские слушания и актуальные решения по поддержке рождаемости семейная политика. В формате онлайн в них принял участие губернатор Тюменской области Александр Мор. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вновь объявить в ближайшие годы в России год семьи. По мнению спикера Верхней Палаты парламента, прошлый опыт показал, что это эффективно систематизирует работу, мотивирует создавать новые инструменты и решения в вопросах поддержки семей. Валентина Матвиенко также отметила потребность создания национальной стратегии страны в интересах семьи. Председатель Совета Федерации предложила ей освободить от НДФЛ многодетные семьи. О перспективах развития сельского туризма в Тобольском районе говорили в Абалаке. Также туроператорам Тюменской области представили новогоднюю программу. Туристов здесь ждут всегда и в зимние каникулы особенно. Чем будут развлекать гостей узнала Ольга Куричко. Радушно встречали в Абалаке туроператоров Тюменской области. На них организаторы опробовали новогоднюю программу, которую будут представлять туристам в зимние праздники. 17 лет здесь принимают и удивляют гостей. После съемок фильма по щучьему велению остались декорации. И теперь сюда возвращаются даже те, кто здесь уже бывал. Туристы желают увидеть самоходную печь, покачаться на сказочной качели. Во время съемок фильма по щучьему велению здесь появился колодец желаний. Здесь можно загадать его, чтобы оно исполнилось. Или перенаправить Деду Морозу, его резиденция здесь же. Чтобы достойно принимать гостей, штат сотрудников комплекса увеличили кратно. Работники сельского клуба трудятся декораторами, массовиками, затейниками. Руководитель Елена Евсеева стала экскурсоводом. Поток туристов стал больше, потому что людям стало интересно посмотреть на то место, где были съемки. А еще когда посмотрят фильм и приезжают, то они, да, точно, вот это ворота и качели. В Абалаке сформировался мощный туристический кластер. Автомобильную парковку в центре села планируют сделать за счет бюджета области. А инвестор намерен увеличить количество палаточных мест для участников фестиваля Абалакское поле. Их было 343, будет тысяча. Мы будем использовать сейчас всю территорию, это все 6 гектар. Сделаем задний двор, подворье, у нас там будет ремесленная деревня. Тур-операторам представили новую концепцию развития знаковой туристической точки Тобольского района и новогоднюю программу. На подворье у нас будет лошади с повозками, хаски, вот, то есть развлечения и русские забавы в течение всего дня. А еще готовят здесь каток, обновили избушку на курьих ножках и сменили хозяйку. Это моя избушечка, я в ней живу. На палатах я сплю, в печи варю, а на портретах это все мои друзья. Я вас сейчас с ними познакомлю. Прежняя баба-яга ушла на пенсию, в ее образ здорово вжилась бывший повар Светлана Черкашенина. Представила себя баба-яга и подражаю ей. Чем я могу удивить своей избушечкой, пирожками, чаем, своими байками. У детей это самый любимый аттракцион. Кататься бояться, это здорово, потому что это тоже какая-то интрига. Но когда избушка действительно делает круг вокруг своей оси, это уникальный вид, во-первых, на иртыш. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. В Тобольск приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Его сказочный поезд сделает остановку в городе 27 ноября. Для свободного посещения будут открыты вагон-лавка с фотокупе, а также рестораны с блюдами северной кухни. Добавлю свое путешествие, поезд Деда Мороза начнет 11 ноября. Всего оно продлится 64 дня. За это время главный волшебник проедет свыше 32 тысяч километров и бывает в более чем 80 городах страны. Кстати, напомню, что в Тобольске в этом году резиденция Деда Мороза появится в Александровском саду. Так что на новогодние праздники это место станет одним из самых посещаемых среди табаляков и гостей города. Там можно будет отправить новогодние открытки. В Тобольске состоялся рейд, в ходе которого автоинспекторы выявили пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Согласно статистике, половина наездов на ходоков происходит по их вине. Проконтролировать дорожную обстановку отправилась и наша съемочная группа. Пешеходный переход на улице Полонского давно перенесли в другое место. Вот только заметили это, видимо, не все. Некоторые табаляки переходят дорогу там, где им удобно, тем самым провоцируя ДТП. За небольшой пробежуток времени было выявлено около 30 фактов перехода пешеходами в неположенном месте. Выписывают постановление, предупреждение. Если человек в течение года нарушает тот же самый пункт правил пешеходного перехода, ему уже могут выписать штраф. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят в Тобольске рейды по несанкционированным пешеходным переходам. Самые известные на улице Полонского и Комсомольском проспекте. Пешеходы о них знают. Нужно обязательно переходить по пешеходному переходу, обязательно на зеленый свет, дожидаться полной остановки автомобиля. Я всегда проверяю, чтобы все остановились, потому что я всегда перехожу с ребенком. Для меня это очень важно. Каждый раз до полной остановки и обязательно нужно переходить по пешеходному переходу, не перебегать в неопорудованных местах. Регулярная профилактика помогает снизить число ДТП. За 9 месяцев в городе произошло 80 аварий. За аналогичный период прошлого года – 90. В свое время очаги аварийности наблюдались и на четырех перекрестках. Уменьшить число ДТП получилось и там. Ленина 50 и проезд Комсомольский-Полонского. Последние ДТП произошли у нас в 2022 году. И мы планируем в начале 2024 года данные перекрестки снять с нашего контроля. Семена Ремезова-Полонского 1 января также планируем его снять с очаги аварийности. Автолюбители стали лучше соблюдать очередность проезда на перекрестках. Снижается и статистика по водителям, которые пьяными садятся за руль. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось в два раза. Анастасия Терехова, Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. Семилетняя девочка и ее родители попали в аварию на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. ДТП произошло на 162-м километре автодороги в сторону Байкалова. Семья из Тюмени везла дочку на соревнования в Тобольск. Предварительно известно, что 44-летний водитель отвлекся от управления автомобилем и въехал в водоналивные блоки в том месте, где ведутся дорожные работы. Раненые водители, его жена и дочь, девочка госпитализированы в больницу. Добавлю, что аварии на трассе происходят и по другим причинам. Чаще всего водители превышают скоростной режим, нарушают очередность проезда или выезжают на встречную полосу. Есть и те, кто засыпает за рулем. Автоинспекторы напоминают о соблюдении правил дорожного движения. В Тобольске продолжается строительство площадок для выгула собак. В этом году запланировано обустройство трех новых территорий. Площадь каждой 800 квадратных метров. Работы в поселке Сумкино уже завершены. В 7-м А микрорайоне площадка будет готова уже в этом месяце. На данный момент установлены снаряды, ограждения. Также новая зона для выгула появится и в микрорайоне Менделеева. Подрядная организация уже приступила к работе. Жители в микрорайоне Сумкино в рамках инициативного бюджетирования проявили инициативу и высказались за то, что им необходимо в микрорайоне иметь площадку для выгула животных. Что касается микрорайона 7-А и Менделеева, тоже жители обратились к депутатам. Депутаты высказали эту инициативу. Администрация поддержала ее. Всего на территории города на данный момент 9 действующих площадок для выгула. 8 из них муниципальные, и одна принадлежит кинологическому объединению. Деловой партнер программы «День за днем» – выставка продажа рыба Камчатки. Тобольск не пропусти! Вкусная рыба с самой Камчатки. Чивыча, палтус, белорыбеца, нерка, красная икра. С 7 по 12 ноября 6 микрорайон 14-8, бывший магазин «Спецодежда». В центре сибирско-татарской культуры прошла арт-встреча с иллюстратором Айсиёй Закарюкиной. Школьники, познакомились с необычным творчеством табалячки, узнали больше о национальных сказках и персонажах. Подробнее расскажет Елена Макова. Первой книгой, где Асия Закарюкина выступила как иллюстратор, был сборник сказок сибирских татар «Волшебный конь». Его автором стала Земфира Шарипова, собрав в одном издании 30 редких сказаний о смелых батырах, невиданных красавицах, животных и других персонажах. Они были записаны в семьях и среди старожилов в Тюменской и Омской областях. Так визуальные образы, созданные художником, в книге дополнили высокий смысл историй, которые сейчас являются сокровищем. Земфира Таштемировна сама издавала свои средства. Я была также иллюстратором. Здесь все иллюстрации черно-белые, но они перекликаются со сказками и с иллюстрациями с Тимур-Батыру, книги Тимур-Батыр, поскольку просто потом я дополнила их цветом и в колористической гамме, решив, представила уже в книге вот в такой вот большой. Дальше было полномасштабное издание «Тимур-Батыр» и другие. Ася как иллюстратор помогает выразить содержание книги, представить ее героев, их внешность, характер и поступки. На самом деле я вот люблю движения в иллюстрации, мне очень нравится многофигурность. И то, что в сказках много персонажей, это большое счастье, поскольку их можно нарисовать все, изобразить их жизнь, изобразить их движение. В общем, они потом развивают свой сюжет. Глядя на картинку, можно представить какую-то свою еще историю дополнительно. Сейчас в планах создать новую порцию иллюстраций для книги к сибирским достанам, где по-новому могут раскрыться те рыбаки, охотники и воины, которые жили здесь в древние времена. Любовь к национальной татарской культуре осию вдохновляет на творчество. Во-первых, идет колоссальная реализация моих сибирско-татарских любимых корней. То есть это моя кровь, она во мне бурлит, она дает мне импульс к жизни, скажем так. Мне это все очень нравится. Асия Закарюкина уже больше 10 лет работает преподавателем в детской школе искусств имени Алябьева. Любовь к художественному творчеству она с удовольствием передает юным табалякам. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. В Тобольске стартовало первенство Уральского федерального округа по волейболу среди юношей до 13 лет. За медали борются команды из Тобольска, Челябинска и Шадринска. На чьей стороне удача в первый соревновательный день узнала Наталья Китова. Тобольская команда открыла сезон с призовых медалей. В турнире в Шадринске юные спортсмены стали серебряными призерами, а затем взяли золото, вырвав победу у тюменской команды на первенстве области. В принципе, было легко. Мне очень понравилось. Так-то хорошая игра была. Раньше сложнее было играть. Почему? Меньше опыта. А сейчас? Сейчас больше. Сейчас хорошо играем. Спортсмены настроены на победу и в первенстве Уральского федерального округа. Команда города Тобольска в столь юном возрасте, это у нас 2012-2013 год, принимает участие впервые. Надеемся, что будет хороший старт, ребята смогут занять достойное место. Соперников немного, но тем не менее все стараются, все хотят выйти в следующий этап этих соревнований. На Тобольской площадке играют четыре команды из Тобольска, Шадринска и Челябинска. Тобольс такие молодцы, что они взяли к себе этот этап, потому что нам вообще не хватает игровой практики. Мы просто рвались куда-то выехать. Мы первый раз выехали. В вашем прекрасном зале просто потерялись, и таких размеров мы еще как бы не проходили. Поэтому, конечно, надо как можно больше играть, как можно больше выезжать, чтобы это психологически все было уверенно. Мы уже играем не первое соревнование, потому что мы с 2012 годом начали уже играть в прошлом году. Поэтому и на Урфу мы ездили по 2011 году в прошлом году. И поэтому как бы наработки уже какие-то есть, но, конечно, не хватает игрового опыта. Первые две игры Тобольская команда обыграла соперников со счетом 2-0. На сегодняшний день табаляки ведут в счете в турнирной таблице. В детском возрасте все соперники сильные, игры непредсказуемые. То есть у нас может быть отрыв 10 очков, а буквально через пару минут, через подачи этих отрывов уже нет. Поэтому тут все зависит от настроя команд. Все молодцы, все стараются. Сегодня последний соревновательный день. Итоги первенства станут известны уже завтра. Мы непобедимы, потому что мы Тобольск. После соревнований спортсмены начнут готовиться к финалу Кубка России по волейболу. Он состоится в декабре. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Спонсор прогноза погоды ИП Михайлова. 11 и 12 ноября. ДК Синдес. Выставка продажа мужских и женских меховых изделий. Кировская норка. Пятигорский мутон. Турецкие дубленки. Отличное качество. Выгодные условия. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи. 10 ноября в Тюмени плюс 1, в Сургуте минус 1, в Нижневартовске минус 2 градуса, в Казани плюс 5, в Санкт-Петербурге плюс 6, в Москве плюс 7. В Тобольске небольшой снег, утро минус 1, днем около нуля, ночью 0 градусов, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!